К нам на обзор попали наушники бренда COS, средняя цена которых 200 долларов. Это полноразмерные беспроводные наушники и они же гарнитура, модель BT540i, которая поддерживает ATPX кодек. Спасибо за возможность протестировать и сделать обзор на эти наушники нашему другу Артему. Перед вами классические полноразмерные наушники. Они выпускаются в черном цвете с хромированными вставками и логотипом компании. Внешне они выглядят как и большинство наушников. Круглые чаши из качественного пластика, оголовье покрытое мягкой кожей сверху и приятным велюром с внутренней стороны. В комплект поставки входит USB кабель для зарядки, подключаемый кабель длиной 1,4 метра и относительно жесткий кейс. На самом деле он продавливается, но все же это лучше, чем мешок для хранения. Наушники способны разворачиваться в разные стороны, благодаря чему их с легкостью можно подстроить под себя, а подушки настолько мягкие, что уши от долгого ношения не устают. А все потому, что амбушюры покрыты мягкой кожей. Наполнитель пенополимер с так называемым эффектом памяти. Это значит, что наушники даже после долгого ношения не будут давить на ухо, обеспечивая максимальный комфорт. Этими наушниками можно пользоваться как проводными, так и с помощью Bluetooth. Версия Bluetooth 4.0 и примерный радиус действия до 10 метров в закрытом помещении, а на улице на открытой местности до 20 метров. Все управление на наушниках находится на правой чаше. Снизу два входа. 3,5 мм для звукового кабеля и microUSB для зарядки. Рядом переключатель для включения или выключения Bluetooth и большой индикатор его активности. В этой модели есть модуль NFC и он также расположен на правой чаше, но нет видимых указателей, где именно он находится. И мне, чтобы с помощью технологии NFC произвести соединение, пришлось покрутить вокруг чаши своим смартфоном. Но все же соединиться мне удалось. Клавиши громкости размещены в верхней части правой чаши, а кнопки управления музыкой и ответа на звонок располагаются немного ниже. Их расположение сделано под большой палец правой руки, чтобы, взявшись за чашу сразу, их можно было бы нащупать. Но нужно приловчиться. Наушники достаточно громкие, а вкупе с пассивным шумоподавлением, которое обеспечивают амбушюры, вы сможете наслаждаться музыкой как в помещении, так и на улице в общественном транспорте. Но в них также есть активное шумоподавление. За это отвечает один из двух микрофонов. Один микрофон для разговоров, а второй как раз для шумоподавления. Он помогает отсекать внешний шум и повышает качество передачи речи. Так как эти наушники поддерживают кодек APTX, это позволяет передавать звук формата 16 бит на 44 тысячах килогерц непосредственно по воздуху в высоком качестве ваши любимые треки. Звучание на мой скромный слух шикарное. Хорошо передает все инструменты. Звук громкий, и так как я люблю электронную музыку, то в этих наушниках прослушивание любимых треков приносило еще большее удовольствие с хорошим глубоким басом. Правда, если слушать на максимальной громкости, то сидящему рядом будет слышен типичный звук, что не совсем хорошо. Информации о емкости аккумулятора нет даже на официальном сайте. Полного заряда хватает до 9 часов непрерывного прослушивания музыки. Хотя указано, что до 12, наверное на средней громкости. Аккумулятор будет заряжаться до 2 часов. Такие наушники можно приобрести на сайте eBay. Как новые, так и поддержанные. Средняя цена по-прежнему 200 долларов. В Украине их можно приобрести на сайте Розетка по цене 5700. А на сайте Prom.ua за 5100 и 5 дней нужно будет подождать свой заказ. Все эти ссылки я оставлю в описании под видео. С вами был Сергей. Увидимся в новом видео обзоре. До встречи.